Очень хочется готовить еду не на плитке, а всё-таки первое, второе и третье блюдо на четырёх конфорках. У неё на кухне пока только плита, да и Таня работает. Наталья Тихонова в свою однушку приходит по несколько раз в неделю. Готовится к долгожданному ремонту. Её дом на Павелецкой последние шесть лет считался долгостроем. Зимой десятиэтажки наконец-таки сдали. Планка для щёчка, сюда ставится щёчек. Это делается только специалистами. Жить в квартире Наталья пока не может. В новостройках нет газа. Решить проблему с голубым топливом жильцам обещали ещё зимой. Компания, которая взялась достраивать дом, запустила котельную и подключила свет. А вот проект на газ, подготовленный первоначальным застройщиком, так и не нашли. Новый стоит около миллиона. Мы не можем изыскать эти деньги. Мы готовы открывать свои квартиры, проходить инструктаж и представлять свои жилые помещения для контролёров. Скандальные высотки начал возводить Алексей Сергеев, владелец компании «Новострой» 21 век и бывший областной депутат. Когда дома достроили, суд принял решение об их сносе. Якобы они помешали работе аэропорта. Большинство экспертов уверены, мешали они не в воздушной гавани, а олигарху Аркадию Евстафьеву, который считается владельцем саратовских авиалиний. Между миллиардером и депутатом-застройщиком возник бизнес-конфликт. Пострадали в итоге люди. Там, так сказать, проблема-то была небольшая для того, чтобы запустить эти дома, и люди нормально жили. И совершенно мне сейчас удивительно, что с газом там не всё это сделали. Просто надо серьёзным образом спросить всех людей, которые за это отвечают. Свою однушку Наталья Тихонова купила за миллион с лишним. Говорит, брала для дочери. Та в итоге переехала в Москву. Наталья же с соседями теперь готовится к ремонту. В заброшенной новостройке вздулись полы, и начала ломаться плитка. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24.